Очередная посылка из резетки и вот такая вот она огроменная, здоровенная, даже не влазит в кадр. И это у нас компьютерное кресло, вы в принципе уже и по названию догадались, и он рисуночек там компьютерное кресло. Называется наше кресло Special4U Extreme Race 3 Black Blue. И давайте вначале я вам скажу, почему я взял именно в резетке. А потому что посылка вот таких вот размеров на новой почте, самое мало, стоит 300 гривен. В резетке это же стоит 110. Плюс я заказывал через наложку, потому что я проверял комплектацию на новой почте. Я много отзывов прочитал, что может быть не комплект, то есть не долаживают некоторые детали китайцы, когда упаковывают это все на заводах у себя. И решил перестраховаться, проверить на новой почте, если что-то не хватает, отправить назад. Поэтому я через наложку покупал, а не по предоплате. Так вот за наложку в резетке тоже ничего не берется. То есть доплачиваю стоимость доставки и самого кресла. Нет там никаких 2% за сумму перевода и 20% за сам перевод. И в других интернет-майзинах я тоже это кресло находил там на пару сотен дешевле. Но за счет того, что вот доставка 110 и без наложки, в резетке получается дешевле все равно. Ну и плюс еще у меня как бы была скидка на 100 гривен и доставка мне получилась вообще 10 гривен. То есть кресло стоит 3,630, мне оно обошлось за 3,640. Вот почему купил в зажравшейся резетке. Ну и давайте сейчас я опущу коробку вниз и покажу вам, что находится в середине. Вот так вот все выглядит у нас внутри. Это уплотнительная бумажка. Это у нас газлифт, это винтики-болтики, это кожух для газлифта и ключик вот такой вот, полуотвертка, полукруч торцевой. Это подлокотники. Тут что-то поцарапано. Что-то упало. Это регулируемая часть подлокотников. Это одна. Это вторая. Эта часть, которую все время забываю, как она называется, пиастро, пилиа, 50, на букву П как-то, или пиастро, или палисандро. Ну короче, у меня на старом кресле такая шня ломалась, и я ее выписывал. Вот сюда газлифт вставляется, а это регулировка пряжения наклона спинки. Ну, это крестовина с такими вот вставочками синенькими, модными. Крестовина у нас с питью ножками. Сюда вставляется газлифт. И там вон какое-то вот типа кольцо железное есть, ну или алюминиевое. Ну, как бы на железо смахивает. Так, и это, это ХЗ шо это? Это, скорее всего, регулировка спинки. Это, наверное, тоже регулировка спинки. Точно не знаю, надо будет смотреть по инструкции, но, скорее всего, да, она. Какой-то пластик. Это, скорее всего, пластик на регулировку от спинки, все тоже, то есть по бокам. Это у нас инструкция. Ой, поломалась инструкция. Вот здесь тут, как собирать нам. Ну да, вот это вот, вот он, пластик этот вот, который только что был. Ладно, почитаем, разберемся. Это у нас сидушка. Ну, я думаю, попа моя здесь поместится. Кстати, как вы могли заметить, это ткань, а не эко-кожа. Хотя вот вставки какие-то вот такой же дикодерманкина есть. Здесь вот, вот эта белая вставка, здесь вот грязненькая такая, вымазанная. Ну, это у нас такая здоровенная, громенная спинка. Тоже вот эти белые вставки. Кожа дикого дермантина. Это у нас подушки. Это вот под голову. Это вот под спину. Ну, и остались ролики. Пять. Пять. Вот, в принципе, такая вот комплектация. Ну, а теперь давайте я все это попытаюсь собрать и покажу, как оно выглядит в сборе. Ну, и решил такие небольшие нюансы сборки показать. Ну, вот здесь вот на какой-то такой типа степлер что-то зафигачено, не знаю, начнет она отрываться или нет. Смотрите, здесь у нас четыре отверстия есть. Подкрепление этой пиастры, пелисандры. А вот здесь вот дырки по тканью. Вот одна, вот она вторая, вот она третья. Вот за эту фигню я читал часто в матюке отзывах, что непробитые ткани отверстия. Тут, кстати, как-то хреновенько. И что самому надо их пробивать. Вот тут тоже так как-то непонятно. Тут тоже вот что-то вот непонятное. Ну, Китай, что вы хотите. При том, что такие приколы могут быть и на креслах, которые стоят по 8-7 тысяч. Опа-ча. Это дырки или это по коцам. Прямо такое впечатление, как этим сигаретой пропалили, да? Охренеть. Может, китайцы сигаретой там курили, попропаливали, да? Ну, да ладно. Продолжаем собирать. Итак, продолжаются чудеса китайских технологий. Значит, здесь у нас написано, что у нас должно быть 16 болтов от 8 до 20 миллиметров, 16 штук. И 6 штук от 5 до 8 миллиметров. Значит, смотрите, что у нас здесь. Имеется вот такие вот болты по 9 миллиметров, 4 штуки. Имеются вот такие вот болты по 18 миллиметров, тоже 4 штуки. Кстати, тут шестигранником они, отверткой они закручиваются. Имеются вот такие вот болты, 22 миллиметра. Но ни разу не 20, как здесь написано, 15 штук. И 16-ый вот такой вот на 30 миллиметров. По диаметру он толще, чем этот. Куда этот засовывать? Я ХЗ. И вообще, что вот это вот? Ну, вот эти, наверное, на подлокотнике. 4 маленьких. А вот эти вот, почему их не 6, а 4? Я ХЗ. Да, и шайб какого-то хрена только 7 штук. Нечетное количество. Там 8-10, а 7. Супер китайская технология с комплектацией. Ну да ладно, продолжаем собирать. Надеюсь, я ее соберу. Ну и продолжаем репортаж с места сборки кресла. Значит, смотрите. Вот на этом болту, вернее, на этой резьбе, резьба наполовину прорезана. Пришлось мне нарезать болтом. То ли на болту там резьба новая нарезалась, то ли на железке на той вот, которая отверстие там снизу с резьбой была. Но вот здесь такая фигня. Потом здесь вот по этим вот. Здесь проделаны дырки небольшие, вот, типа вот таких, что их сразу не заметил. И очень неудобно добираться до резьбы вот через эту ткань. Это, короче, жесть полная. Пока здесь добрался, здесь и здесь, это была жесть полная. Да, кстати, немножко вначале я неправильно рассказал. Вот эти вот отверстия, которые вот здесь вот я по ткани нашел, они как бы нафиг не нужны. Пиастра прикручивается здесь вот сюда. Да, кстати, это шня называется пиастра. Я правильно название посмотрел. И, насколько я понимаю, это универсальная штука. У меня на старом кресле ломалась эта штука. Вернее, вот здесь вот ломалось кольцо на газлифт крепления. Я покупал себе новую. Но опять кресло моё сломалось. Ещё год назад я мучился без спинки сидел, как на табуретке. Вот здесь вот крепление. Если я так понимаю, тоже здесь вот может быть крепление. А здесь может быть пружина. Здесь пружины нет. Но здесь скрепится спинка по-другому. Она крепится вот сюда, вот здесь вот с торца. Так вот, это вот труба двойная, она у меня, которая крепится здесь. Вот проходит вниз через эту пружину и выходит на спинку. Это вот на старом кресле. Сломалось вот здесь вот крепление. короче разорвалась нафиг и я не нашел такой запчасти с одной трубы пожалуйста двух нет так что пришлось откупить вот такой китайское чудо продолжать и хотел бы еще такой диму нас показать здесь вот есть снизу спинки замки на хрена я не знаю для чего это такое сделано возможно что обшивку так вот они надевают вот так вот но такой вот замочек здесь есть вот этот 3 сантиметровый винт оказывается вот сюда вставляется то есть это же неспроста что был один винт самый больше все здесь продумано как положено насчет шайб четыре на пиастре одна с той стороны вот такое отверстие ну или как здесь вот продолговатое с этой стороны закрепил с этой вот нормальная маленькая и получается что вот с этой закрепил и с этой закрепил и в итоге семь шайб получается это я лошара не соображают в китайских технологиях и на китайцев гоню все тут они положили как положено маленькие самые винтики вот здесь вот здесь пластик крепится которые средние это подлокотники крепятся так что все с винтиками в порядке рано я паниковать начал то что резьба на пиастре там одна была хреновая это факт и то что эти вот отверстия за открытой ткани хреново вставлять винты это тоже факт продолжаем сбор очередное включение со сборки или шайбы походу вот сюда вот на подлоконник они вот сюда на пиастре но хрен с ними откручивать не буду потому что на пиастре как бы нагрузка будет больше поэтому как бы так вот надо думать плотнее закрутить про затянулась и не посрывались там процессе южная резьба она подлокотники там на русско сильно не будет и поэтому я думаю будет им держаться нормально да и геймер мне принес установка вот это скрепление вернее к спинке когда прикручивал особенно вот с этой стороны где пружина вот здесь вот была жесть полная когда я закручивал это пипец это чем-то я вот пропаливал дырки паяльником то что в обилке просто нереально когда уже на не дает она вот надо держать спинку ну то есть с усилиями нажимать чтобы попасть еще обилка это вообще жесть полная была кстати здесь вот буду тоже дырки пропаливать ну и продолжаем до сборку осталось подлокотники и газлифт ну и последнее приключение смотрите чё я обнаружил вот так вот по коцам подлокотник и здесь вот кацану то нехорошо ну да ладно сильно ведь не портит ну конечно неприятно может выпрямиться продолжаем итак не прошло и полгода как я собрал это чудо китайской инженерии ну как китайский бренд как бы наш но собирали все равно китайцы про дизайн не знаю как бы стандартный дизайн такой типа рейс серии не знаю практически все такие блатные игровые кресла типа вот такой формы заколебался и конечно это все собирать часа два с лишним наверно собирал это все вот так вот слизался на видно или нет ключик этот золотой которым я крутил это уже под конец он начал мне облизываться когда начал подлокотники прикреплять подлокотники у нас регулируются как вот так вот так и по высоте вниз до пружина кстати которая на пиастре было то не просто фейковая пружина то оказывается в кресло вот так вот нагинается вперед на хрена я не знаю на хрена этот прикол но она вперед нагинается по высоте немножко мне не хватает мое старое кресло на пару сантиметров было выше возможно там возле с подлиннее но высоте немножко не хватает мне и получается подлокотники сантиметров на 5 ниже стола не очень есть гуд но все равно руку можно положить что до этого у меня руки просто на весу висели потому что на старых никак подлокотники не регулировались ни вверх ни вниз не вот так вот по сторонам насчет этой подушки я пока не понял чем прикол этой подушки мне она наоборот мешает возможно кому-то на спину и поддерживает возможно я еще прикола не выкупил с этой подушкой но она мне мешает а вот верхняя подушка под шею прикольная мне нравится шею поддерживает классная по самой сборке да я забыл сказать подлокотники у нас могут быть как 62 так и 76 сантиметров высотой но от пола а само кресло 123 131 якобы тут еще колеса блокируются ни хрена не не блокируется спинка регулируется при помощи вот этого устройства опа но рукой я сейчас ее назад не выгну но вот пинка регулируется и фиксируется в каком положении вам надо пластик этот прикручивать было тоже жесть но самое геймерно было прикрутить спинку особенно вот этот болтик этот еще второй который там есть вот он более менее от верхней потому что надо было давить на спинку еще попадать еще попасть в резьбу через эту ткань потом я по выжигал более-менее нормально стал у тоже все равно было геймерно так что спинка прикручивается здесь жесть то вообще тут все жесть прикручиваться на подлокотники тоже хреново прикручиваться на было изначально прикрутить когда не прикручены но пришлось переворачивать чтобы их прикрутить так что собирается жесть полно это кресло по самому удобству кресло удобное со старым конечно не сравнится это небо и земля не хватает немножко высоты но я думаю привык и если сравнивать то что я целый год сидел без спинки это просто ращат для спины так же в принципе как бы больше рассказывать нечего собрать собрал помучался нормально единственно не классно нафига наклон вперед и вот этот шняга я не знаю но она вперед наклоняется немножко не хватает высоты но эта фигня немного больше занимает место чем кресло принципе тоже фигня если чё-то тут начнет отваливаться и рваться отпишусь в подскриптуме в описании кто хочет себе такое игровое кресло ссылку оставлю в описании приходите заказывайте доставка же говорю то 10 гривен можно сказать что за бесплатная а еще дополнить полтинник или 40 гривен точно уже не помню тут прям доставят вам надо ну давайте покажу еще как она сзади выглядит вот так вот ничего принципе тут интересного нет а на этом все кому понравилось видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал чтобы не пропустить очередное видео и и